Всем привет! На связи Роман Целихудинов. Сегодня я покажу вам урок из видеокурса Быстрое обучение системе Solidworks. Данный видеокурс бесплатный. Если у вас еще нет доступа, то по ссылочке ниже перейдите и получите доступ к данному видеокурсу. В первом уроке видеокурса мы с вами рассмотрим интерфейс. Я желаю вам приятного просмотра. Начинаем видеокурс Быстрое обучение системе Solidworks. В этом видео рассмотрим интерфейс. Показывать я буду на примере Solidworks версии 2022. Прежде чем мы начнем, хочу вам порекомендовать новый видеокурс Создание трехмерных моделей и чертежей в Solidworks. Изучив материал курса, вы научитесь создавать трехмерные модели с помощью основных формообразующих команд, а также создавать чертежи в Solidworks. Для подписчиков действует специальная цена. Подробности в описании. Рассмотрим интерфейс Solidworks. После запуска программы вас встречает окно «Добро пожаловать». Здесь можно создать новые документы, деталь, сборка, либо чертеж, открыть недавние документы, открыть недавние папки, либо посетить ресурсы по Solidworks. Ниже идет строка с подсказками. Можно полистать и почитать различные подсказки. Если вы закрыли данное окно и снова оно вам понадобилось, можно в меню нажать по кнопке «Домик» и данное окно снова откроется. Также данное окно можно нажать с помощью комбинации клавиш «Ctrl F2». Вот, посмотрите, окно «Добро пожаловать» снова открылось. Здесь также есть вкладка «Недавние». Здесь все ваши документы, которые вы недавно открывали. Есть быстрый фильтр, можно выбрать, чтобы отображались только детали, только сборки и только чертежи. Закрою данное окно. Перед тем, как приступить к рассмотрению панелей, создадим новый документ. Новый документ можно создать с помощью комбинации клавиш «Ctrl N». Открылось окно «Новый документ». Также новый документ можно создать из меню «Файл», «Новый», либо нажать по кнопке «Создать». Давайте создадим новый документ «Детали». Нажимаем «Окей». Вверху расположена строка меню. Правее панель инструментов. Ниже расположен Command Manager. Сейчас в Command Manager отображаются команды, панели, элементы. Можно переключаться между панелями, и Command Manager будет наполняться различными командами. Слева расположено дерево конструирования. Можно также переключиться на менеджер свойств, на менеджер конфигурации, DIMM Expert Manager. Это набор инструментов для проставления размеров, допусков на деталь и также Display Manager для задания внешних видов. Опять же перейду в дерево построения. Под Command Manager расположена панель управляемого просмотра. Здесь расположены различные инструменты для управления видом. Вверху отображается наименование документа. Правее расположен поиск. Сейчас выбран поиск команд. Можно найти любую команду, посмотреть где она расположена и запустить из этого окна. Также можно выбрать поиск по справке, по файлам и по ресурсу MySolidworks. Справа расположена панель задач. Здесь есть ресурсы Solidworks, библиотека проектирования и другие полезные ресурсы. В самом центре расположена графическая область. Она занимает большую часть. Здесь отображаются детали, сборки либо чертежи, с которыми работает пользователь. В самом низу расположена строка состояния. Если навести курсор на Command Manager и в любом месте нажать правую клавишу мыши, то я могу его выключить. Сейчас он включен. Вот я его выключил. Посмотрите, рабочее пространство увеличилось. Опять же, правой клавишей кликну, включу Command Manager. Также еще раз нажму правую клавишу мыши и уберу галочку использовать большие кнопки с текстом. Посмотрите, также рабочая область увеличилась. Здесь уже текста нет, только значки. Опять же, нажму правую клавишу мыши и выберу использовать большие кнопки с текстом. С 21 версии Solidworks Command Manager можно сворачивать. Появилась специальная кнопочка свернуть Command Manager. Вот я его свернул. Если мне нужны какие-то команды с панели элементов, я сюда кликнул. Command Manager развернулся. Сейчас я кликнул, он опять свернулся. Если нужно его закрепить, вот кликнул я по вкладке элементы и нажимаю по кнопочке. Все, сейчас Command Manager опять же развернут. Для того, чтобы открыть недавний документ, не обязательно нажимать по кнопке открыть, либо нажимать комбинацию клавиш Ctrl-O. Можно нажать на клавиатуре латинскую букву R. Открылось окно недавние документы. Открою деталь шкив и сейчас мы с вами рассмотрим, как происходит вращение в Solidworks. Вращение деталей в Solidworks происходит нажатием колесико мыши. Вот я колесико мыши нажал и вращаю деталь. Если нужно переместить, то нажмите Ctrl, нажмите колесико мыши и деталь перемещается. Также повернули, переместили. Увеличение происходит вращением колесико мыши, вот на себя увеличивается, от себя уменьшается. Также вращать деталь можно стрелочками. Вот я нажимаю стрелочку вправо, нажимаю стрелочку влево, стрелка вверх, стрелка вниз. Если нажать Ctrl и нажимать на стрелки, то деталь будет перемещаться. Если нажать Shift и нажать на стрелки, то посмотрите, деталь будет вращаться. Рассмотрим, как происходит ориентация. Если вам нужен вид изометрия, то нажмите на клавиатуре Ctrl 7. Если вид перпендикулярно, то нажмите Ctrl 8. Также ориентацию можно задать с панели управляемого просмотра. Вот посмотрите, здесь все виды. Вид слева, спереди, справа. Также панель ориентацию можно вызвать, нажав на клавишу пробел. Я нажал пробел и выбрал отсюда нужный вид. Это очень удобно и не нужно перемещаться к панели управляемого просмотра. Также можно выбрать изометрию. В дереве конструирования у нас три основные плоскости спереди, сверху и справа. Они сейчас скрыты по умолчанию, можно их сделать видимыми. Заходим сюда, где скрыть, отобразить объекты и вот скрыть основные плоскости. Давайте включим их, вот они отображаются. Если есть необходимость, то можно их отобразить. Также основные плоскости можно скрыть в дереве конструирования. Вот я кликнул по плоскости спереди, нажимаю Ctrl, выбираю плоскость сверху, Ctrl держу и выбираю плоскость справа. Далее в контекстном меню выбираю скрыть. Если у вас открыто несколько документов, то переключаться между ними можно в меню, зайти вот в окно и переключиться между документами. Также это можно сделать с помощью комбинации клавиш Ctrl, Tab. Я вот нажал Ctrl, Tab и здесь показаны открытые документы. Я сейчас опять же вернусь в документ, который вместе с вами я создал. В дереве конструирования кликну по плоскости спереди и создам на ней эскиз. Вот я перешел в режим создания эскиза. И сейчас если нажать правую клавишу мыши и повести, посмотрите, открывается сегментное кольцо. И отсюда я могу уже выбирать любую команду. Нажал правую клавишу мыши, повел, сегментное кольцо открылось. Можно опять же выбрать любую команду и это очень удобно. Сейчас покажу как настроить данное сегментное кольцо. Оно также еще называется жесты мыши. В меню зайдем в настройку, вот где шестеренка. Раскроем весь список, выберем настройка. Далее перейдите на вкладку жесты мыши и посмотрите. По умолчанию у вас, скорее всего, здесь 4 жеста. Сделайте 8 либо 12 для удобства. Вот они. Если вы находитесь в режиме эскиз, у вас будут одни команды, при работе с чертежом другие, при работе с деталью и сборкой соответственно другие. Поставьте здесь нужное количество жестов. Также эти команды можно менять. То есть какие-то другие команды ставить вместо тех, что по умолчанию предлагает система. Закрой данное окно. Напомню, что мы сейчас находимся в режиме создания эскиза. Об этом говорит значок в правом верхнем углу. И сейчас я покажу, как отобразить масштабную сетку, если есть в этом необходимость. Нажимаем по шестеренке. Здесь открылось окно настройки пользователя. Перейдем на вкладку свойства документа и выберите масштабная сетка. Поставьте галочку отобразить масштабную сетку. Нажимаем ok и посмотрите, масштабная сетка отображена. Но это в том случае, если она вам нужна. Я привык работать без нее. Опять же зайду в настройки, свойства документа и отключу отображение масштабной сетки. В этом видео мы с вами рассмотрели интерфейс SolidWorks, его небольшую часть. Первый урок подошел к завершению. Если урок вам понравился, то поставьте лайк и напишите комментарий. Во втором уроке мы с вами рассмотрим работу с эскизами. Если у вас еще нет доступа к видеокурсу, по ссылочке в описании переходите, получайте доступ. Ну а я жду вас во втором уроке, где мы рассмотрим работу с эскизами. Желаю вам успехов!